Меня зовут Лолита Милявская, в прошлом артистка, ныне пенсионерка. Я Манижа, мне 32 года. Я Татьяна Анатольевна Тарасова. Я Артур Гаспарян. Меня зовут Виталий, работаю на градообразующем предприятии. В текстильной компании, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Пугачеву слушаю со своих 10 лет. С 1975 года. С 11 лет. Как она начала петь, так я ее и слушаю. И люблю творчество Аллы Борисовны всю свою жизнь. Я люблю очень Аллу. Народная любовь не покупается. Она же всегда была и есть часть народа. Она певица нескольких поколений. Алла Борисовна голос есть в каждом доме. Ну невозможно отменить Пушкина. Невозможно отменить Аллу Борисовну. Выражает российскую душу. Это как нестарейшая классика. Всегда в моде. Она нам подарила свободу. До нее этой свободы не было. Голос Пугачевой, это голос Родины. Эпоха Аллы Пугачевой. Эпоха осталась, эпоха продолжается. Я знаю, все еще будет. Южный ветер еще подует, и весну еще наколдует, и память перелистает. Привет, друзья! Расскажу вам об одной старой и очень доброй московской традиции. Более полувека назад, на заре своей музыкальной карьеры, певица Алла Пугачева придумала праздник желтых цветов. Каждое первое воскресенье марта она выходила на улицы столицы, выбирала самых хмурых прохожих и дарила им желтые цветы. Как правило, вот такие вот тюльпаны. Тем самым Пугачева как бы символически разрешала весну, давала ей старт. И хотя сегодня Аллы Борисовны нет в родном городе, увы, дело ее по-прежнему живет. Здравствуйте! Это вам. В честь Аллы Борисовны Пугачевой. Как вы к ней относитесь? Прекрасно отношусь, великолепная певица, мать русской эстрады. Скучаете по ней? Ну, она всегда с нами. Просто, когда что-то всегда с тобой, ты не думаешь, что оно может исчезнуть, в принципе, верно? Вы ее считаете великой певицей? Однозначно. Ну, я весь год пою ее песни, хожу. Да. А какие? Ну, я пою «Айсберг», очень, ну, такая женская глубокая песня. Я потом пою «А знаешь, все еще будет». Вот уже более двух лет Аллу Пугачеву не показывают по федеральным российским телеканалам. Хотя еще вчера телеканалы просто соревновались между собой за возможность взять у Примадонны интервью или снять о ней хоть какую-нибудь программу. По радио перестали крутить ее песни. Ну, а массовые газеты, если и пишут о ней, то в основном с негативным оттенком уехала, сбежала, неудачные фото, какие-то дрязги из личной жизни. Но разве эпоха Пугачевой закончилась? Нет. Разве можно стереть память о великой русской певице у миллионов ее поклонников? Возможно ли отменить великого человека целой страной? Можно не показывать, можно сжечь Пушкин. Да, ну и что? Ну что, не будет ничего страшного. Ну не, ну это глупо. Отменить Пугачеву? Ну, вообще плохо. Мне кажется, это, ну, вред. Напомню, после начала военных действий в Украине Алла Борисовна с семьей уехала из России. Тогда Минюст объявил Максима Галкина иностранным агентом. Певица тогда, конечно же, поддержала своего мужа Максима, попросив власти тоже зачислить ее в ряды иноагентов своей любимой страны. Это была цитата. Позже в одном из постов она напишет «Я постараюсь дожить до победы света над тьмой, победы добра над злом, победы правды над клеветой». Как вам кажется, вот с ее отъездом отношение к ней поменялось в стране? Поменялось. По нашему городу все не ожидали от нее такого, что она вот сначала оскорбляла как бы Россию, что, да, вот она стала тут такой знаменитой просто. А чем она оскорбляла? Допустим, я выросла на ее вот песню. Ну что, вот мы там все какие-то не такие, вот она у нее. Но лучше бы она вернулась назад. И мне кажется, ее бы приняли сейчас вот. Ни один концерт без нее, правильно, ведь не проходил. Ну а разве она про Россию что-то плохое говорила? Про Россию нет, нет. У меня к ней не поменялось отношение, потому что в первую очередь я, во-первых, стараюсь делить политика, ну если бы об этом, и творчество. А творчество Аллы Борисовны от ее высказываний никак не может поменяться. Сегодня у Аллы Борисовны день рождения. С ее песнями из поколения в поколение рождались, женились, расставались, горевали и радовались. Она, ну знаете, словно член семьи каждого из нас. Она и есть наша Алла. Свободная, не сломленная женщина, которую невозможно отменить. Она великая певица? Великая, да. Ну она много, конечно, сделала в свое время. И многим она и помогала там. Она классная? Ну как и артист, мне она очень нравится. Она очень классная. Как вы думаете, вот эти попытки ее отменить, чем они закончатся? Да, ну все это закончится. Молодежь, он какая подрастает. Ну они тоже послушают эти песни, а все еще будет. Эта Айба скажет, ну хорошая тетка, чует-то она там где-то. Пусть приезжает, и мы пойдем еще раз на ее концерт. Ну невозможно отменить Пушкина, невозможно отменить Гоголя, невозможно отменить Аллу Борисовну. В этот день на канале «Осторожно, Собчак» мы публикуем специальный выпуск об Алле Борисовне. На мой взгляд, именно сейчас, в это сложное время, очень важно поздравить эту без преувеличения великую певицу публично. Мы, я и мой коллега Андрей Суханов, встретились с людьми, которые, несмотря на политику и пропаганду, оставаясь в России, не боятся открыто признаться Пугачевой в любви. Это уже много что значит. Алла Борисовна, и мы вас тоже очень любим. Эти цветы вам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну мне 18 лет, я учусь на механика, на автомеханика в колледже, кат номер 9. Ну, увлекаюсь, ну вот, машинами, чиню, работаю. Вот недавно слушали всяких токсисов. А сейчас вот на классику, почему-то все посели. Ну, то, Самала, Пугачева. И динамики в салоне вот тут в дверь лежат. Музыка у нас появилась от знакомого хорошего, подарил нам, сказал, вот пользуйтесь. Мы все настроили, все сделали, и вот играет. Вот включаю и все. Почему у вас в машине играет Пугачева? Очень сильно нравится ее творчество. А как вы к ней пришли? Ну, в юношеском возрасте я с родителями, с друзьями иногда слушал, вот. И иногда получалось такое, что включали, иногда песни заставляли танцевать и просто оставляли в голове. Недавно вот родители говорили как раз про то, что она не в стране, но все равно относятся положительно, не отрицательно. Мне просто нравится творчество, а почему бы я не могу послушать творчество человека, которое мне нравится. Даже если вот такая вот ситуация произошла. Чуба идет. Ну, это как нестарейшая классика, то есть всегда, всегда в моде, всегда все слушают, все знают. Вам не зашкварно среди друзей сказать, что вы слушаете Пугачева? Нет, наоборот, все порадуются. Если хорошее настроение, то все танцевать сами будут. Пугачева для всех разная и для каждого своя. Расскажи, какая она для тебя? Ну, для меня она человек, которого ты безумно боишься всю жизнь. То есть я ни разу не смогла сказать ей «Алла ты», все время Алла Борисовна. Человек, с которым я была в свои тяжелые минуты, и она это очень интуитивно чувствовала. Ну, вероятно, потому что она сама проходила все то же самое, может быть, в пятикратных масштабах. Но она меня считывала. Человек, который мне всегда давал люлей. Человек, на которого я очень сильно обижалась. И мне казалось, что когда-нибудь я расскажу, как она меня обидела. А потом я понимала, что я просто дуреха, которой очень повезло. У нее очень сильный наставник. И этот наставник, по сути, меня сделал. Был один случай, из-за которого я обижалась на нее очень сильно. Тогда я еще служила. Ну, поскольку мне 60, я буду пользоваться лексикой старорежимной. Служила в дуэте «Академия». И Алла Борисовна давала нам кусок хлеба приличный. Нас уже как-то знали. Брала нас с собой по стадионам на все лето. Это потрясающие заработки для молодого коллектива. И вот ты на три месяца с ней уезжаешь на гастроли. Там по два стадиона в день. Один как минимум. И она жила всегда на... Мы тогда это называли генеральские дачи или цыковские дачи. В то время это еще было. Но, как правило, это такие не очень хорошо обставленные дома, в которых действительно проживали какие-нибудь цыковские работники на отдыхе. Но это было лучше тех гостиниц, в которых мы находились. Хороших гостиниц практически не было. И мы приезжали. Ее, как правило, на этих дачах также и обслуживали. Там был свой персонал. А я в то время не пила вообще. Ну, и поскольку там, значит, какие-то мужики с погонами, которые жарят шашлыки и выпивка, и еда. А я вот такая худющая. 56 килограммов я просто на всю жизнь запомнила. Понимаю теперь, на какую массу что можно выпить. В общем, все говорят, выпей, выпей. И я рюмку водки, а может быть и две, но вряд ли больше. И что-то меня понесло. То есть я уже была хороша. И я ляпнула что-то из серии «Я сейчас спою». Значит, Алла Борисовна сказала тогда громко при всех, «С тобой так же весело, как с моей покойной собачкой Жужей». Значит, я... Значит, все. Это была обида на долгие года. Но хорошо, что я всю жизнь страдаю плохой памятью. И я решила вообще-то в ее день рождения смонтировать все ее замечания, которые она делала мне. Замечания и пожелания при людях. То есть это большой мастер-класс. Не просто человеческий, а именно профессиональный. Когда она мне всеми говорила, когда же ты поймешь... Это то, что уже выходило на публику, что у тебя может быть только один партнер, это зритель. Тебе надо успокоиться, что другого партнера не ищи его в жизни. Это не твоя участь. И тут я уже не обижалась, но я все думала, что... Может быть, так судьба сложится, что все случится по-другому. И она ошибется. И она ни в чем не ошиблась. И те люли, которые она мне давала, они были абсолютно справедливы. Например, она говорила, так, надоели твои номера, хватит уже заниматься режиссурой. А режиссура – это был мой конек, потому что я себя прикрывала. То есть свои страхи, себя плохую артистку, очень посредственную певицу, я всегда прикрывала режиссурой. И мне казалось, что этого никто не видит. И в этом смысле я понимала, что я добилась результата. Действительно, никто не видит. Что я очень традиционная, там, серая вокалистка, которых очень много. Актриса, ну, с возрастом, конечно, ты набираешь. Но в какой-то момент жизни, поскольку в институте я была самой плохой актрисой на курсе, я была наказанием, если меня брали в отрывок. То здесь я тоже думала, что я себя закрыла, и вдруг она говорит – прекрати, убери эту всю режиссуру. Возьми стойку микрофонную, стой и пой, ты созрела. Василий, сейчас, пожалуйста, со своей новой песней исповедуйся перед зрителями. Расскажи о себе. Они-то думают, что они тебя знают. Откровение от Лолиты. Только помните, я вся в вас. И вот я к этому шла два года. То есть у меня все время в мозгах было – возьми микрофонную стойку. Это казалось так сложно. И благодаря ее вере в меня я смогла. Это очень тяжело. Правда, это самое тяжелое, что есть на сцене. Два часа держать зрителя без трюков, без балета. Ну, я считаю, что это целиком ее заслуга. Вот какая она для тебя? Для меня Алла Борисовна – это женщина, которая не пытается быть кем-то. Она всегда является собой. Для меня Алла Борисовна – это пример, пример силы, пример. Пытаешься подобрать какие-то слова такие, правильные, хорошие. А понимаешь, что все, что вокруг Аллы – это больше, чем эти слова. Все, что в ней – это больше, чем эти слова. И этим она безумно вдохновляет. И она вот этот маяк, который светит не первый год в моей жизни. И ее песни с каждым этапом моим личным открываются заново и заново. Какая у тебя любимая песня, Алла Борисовна? Сегодня, наверное, меня очень сильно вдохновляет песня «А знаешь, все еще будет». Она мне дает какую-то надежду. Больше двух лет делаем небольшие концерты в благотворительных фондах для сотрудников фондов и для подопечных фондов. И могу сказать честно, что почти каждый раз я исполняю эту песню и вижу, как люди меняются, когда она начинает звучать. Даже если через мои уста, через любые уста. Но когда звучат эти слова, у всех формируется единое чувство, что все преодолимо. И точно есть надежда. И она прямо сейчас внутри нас. И встретиться нас заставит. И встретиться нас заставит. И еще меня на рассвете. Я все перепутала. Губы твои разбудят. У тебя есть кавер на хит Пугачевой «Самолеты улетают». Я в первый раз так поступаю. Скажу честно, я сама не выбирала эту песню. Меня пригласили сыграть в спектакле «Наша Алла» Кирилла Серебренникова вместе с Антоном Севидовым. И уже пришли с песней. Это видео факт. За всю жизнь я слышала себе такого хорошего, как в этот вечер. Просто какая-то прямо ответственность снова навалилась. Что вы все равно делаете? Я никогда не забуду это первое исполнение перед Аллой Борисовной. У меня в тот момент выключился и нейр. Это такой наушник, ушной монитор, в котором ты слышишь себя. Я не слышала себя. Я не слышала фортепиано. Только гул. Передо мной Алла Борисовна. Я не могу спеть плохо. Я должна как-то собраться. Я в тот момент впервые доверилась песне, чувством. И просто пела. Вот говорят же от души. Вот тогда я пела душой. И я видела ее глаза. И ее тронуло это. И после я спросила у нее разрешение, могу ли я выпустить эту композицию. И выпустила ее. Я ее исполнила во второй раз перед ней уже в Израиле, когда у меня был сольный концерт. И она на него пришла. Причем пришла она сама. И я вот тогда, когда я пела эту песню, я ей сказала, вы знаете, Алла Борисовна, спасибо вам, что эта песня сегодня помогает продолжать просто жить, продолжать заниматься любимым делом. Спасибо вам. Жаль, что она такая актуальная сегодня, с одной стороны. А с другой стороны здорово, что она дает силы. И вместе со всеми, наравне со всеми в зале, в толпе людей, слушала концерт от начала до конца. После концерта в Израиле, ну, по крайней мере, об этом писала сама Алла Борисовна, она зашла к тебе в гримерную, и вы долго с ней разговаривали. О чем? Мы говорили о музыке, мы говорили об отмене меня как артиста, мы говорили обо всем, что происходит сейчас в нашей стране, в мире. Мы говорили о том, важно оставаться людьми. Мы говорили о том, как нужно продолжать делать музыку. Но почему-то именно такие короткие и маленькие разговоры навсегда остаются внутри тебя и дают тебе воздуха не бояться двигаться дальше. Привет. Ну, времени немного, поэтому не будем тянуть. Первый вопрос. Ксения, у вас осталось много вещей из нулевых? Нет, немного. Большую часть того гардероба я стараюсь забыть и не вспоминать. У Селина Дион несколько тысяч пар обуви, а у вас? А у меня нет столько места, как у Селина Дион, поэтому гораздо скромнее. Когда вы вели телепроект Дом-2? Когда я вела телепроект Дом-2. Всегда отлично одевалась, кстати. Из всех, кто был на ваших интервью, кто одевался лучше всех? Хуже всех, ну, конечно, Настенька. Она так плохо оделась в бане, что почти не оделась. Какая вещь самая дорогая в этой комнате? Звучит так, как будто вы наводчики, ребята. Да нет, просто любопытно. Хорошо, ненадолго пущу в сокровищницу. По цене, конечно, не скажу, но по личной привязанности это мне точно очень дорого. Российский бренд Parure Atelier. Вот так выглядит настоящий качественный блеск. Спасет даже самый неудачный лук, потому что ни на что другое смотреть не захочется. Ксения, а как часто вы дарите съемочным группам, ну, свои украшения? Как жалко, что на этом вопросе интервью неожиданно закончилось. Счастливо, ребята. До новых встреч! Татьяна Анатольевна, что для вас значит вот это имя Алла Пугачева? Для меня это значит звезда. Огромной величины. Звезда у нас в стране. Ну, такой звезды у нас в стране в этом направлении искусства не было. Она потрясающая певица, потрясающий человек, замечательный. Мне кажется, очень надежный человек. Вот кто она для меня. Но прежде всего она, конечно, человек, который пел и голос которого два поколения знают и не перепутают. Какое место в России, на ваш взгляд, занимает Алла Пугачева? Да, она большая настоящая звезда. И к ней надо так и относиться, как к настоящей звезде, которая украшает нашу страну. И слава Богу, что она родилась у нас в стране. И мы имели удовольствие и счастье ее видеть и слышать. Я знаю, что вы, Татьяна Анатольевна, с ней близко общались. У вас была возможность быть у нее дома. Я даже знаю, что в какой-то ситуации она вам подарила норковую шубу. Очень интересно. Хочешь, чтоб я одела? Нет, ну может быть, расскажите. Я ее обожаю, эту шубу. Я ее все время ношу. Да, она мне подарила на юбилей. Она мне подарила с Максимом. Они мне подарили эту шубу. И я ее очень люблю. А сложно вообще дружить двум сильным женщинам? Все от нее. Вы же обе такие дивы с характером. А это не имеет никакого значения. Это не имеет значения. Тем более. Ну вот это не сложно у вас. Ну мы так близко уже совсем просто. Мы так не дружили. Совсем как я там со своими подругами, с которыми шести лет. Но в общем-то достаточно близко и очень уважительно с моей стороны. И с ее стороны по отношению ко мне. Ну я просто не знаю. Мне кажется, что я не знаю человека, который ее бы не знал и не любил. Какая она была вот в таком личном, неформальном общении? Веселая, наоборот, может быть, скажем так, замкнутая и желающая отдохнуть от всего. Какая она? Она разная, как любой талантливый человек. Она разная и веселая, и грустная, и озорная, и как угодно. Кто бы мог подумать, что в таком возрасте можно родить детей? Ну кто бы мог это подумать? Даже в голову никого. А у нее есть дети, которых она обожает и воспитывает. И это тоже, ну даже не знаю, это такая редкость, которую прямо на свете не найдешь. И наша страна должна этим гордиться. Для меня она, прежде всего, а, да, великая певица, которая совершенно невообразимым образом фантастическим, ну лично для меня, для моего восприятия, раскрывает песню голос, темпер, подача, настроение, как я говорю, настроение с акцентами, что очень малому количеству вообще исполнителей удается, да, когда одна и та же фраза в зависимости от концерта может быть произнесена совершенно с разным ударением и наполняется совершенно новым, необычным смыслом. То есть то, что называлось у Аллы всегда театром песни. Не зря же ее называли и называют женщиной эпохой. И вообще весь этот период с 75-го года, который до сих пор еще не закончился, это эпоха Аллы Пугачевой. Она имела разные наполнения, это эпоха, у этой эпохи были взлеты, были какие-то проседания, но тем не менее эпоха осталась, эпоха продолжается. И турбулентные бывали времена, и продолжаются сейчас, кстати, турбулентные времена в этой эпохе. Помимо этого Алла еще и совершенно уникальный человек. Бывают люди, поцелованные Богом, и в плане творчества, и в плане личностных каких-то качеств. Я так думаю, что Алла была не просто поцелована, а расцелована Богом во все места, и поэтому появилось такое уникальное явление в нашей жизни, в нашей культуре, в нашей музыке, как Алла Пугачева. Вот вы ее назвали человеком эпохой. Не буду вам напоминать анекдот про Брежнева. Ну, напомним уже, может быть, кто-то не знает из телезрителей нашей передачи, что в эпоху Леонида Ильича Брежнева, когда, в принципе, еще был Советский Союз, и очень опасно было почти так же, как и сейчас, травить политические байки-анекдоты, можно было сильно пострадать, потому что могли настучать, что называется, к ляузу написать донос. И был такой, значит, вот анекдот, кто такой Леонид Ильич Брежнев. Прошло много-много лет, значит, и открывают какую-то энциклопедию, значит, написано «Леонид Ильич Брежнев – мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой». Что я вам могу сказать? С тех пор политические деятели менялись. Все они на фоне эпохи Аллы Пугачевой по-прежнему остались мелкими. Вот нету ни одного исключения, на мой взгляд. И этим, собственно, все сказано. Это эпоха Аллы Пугачевой. Да, и кем она останется в истории России? Великой певицей, опять же, певицей эпохой, которая произвела на нашей эстраде в определенной степени какую-то революцию, революцию имени Аллы Пугачевой. Как ты сама для себя определяешь, в чем феномен Пугачевой? В свободе. Мне кажется, в свободе. Я всегда говорила, что она нам подарила свободу. Свободу существования на сцене. До нее этой свободы не было. До нее все должны были по стойке смирно стоять. И внутренний, например, магнетизм Клавдии Ивановны Шульженко, и ее внутренняя сила, и ее несколько точных движений, условно синенький скромный платочек, и ах, это все лишь несколько движений. И после нее такой сдержанный к нам пришла Алла Борисовна. Не сразу, но все могут короли, орликина. Абсолютная свобода движения, незацикленность на внешнем виде. То есть она и внешне выделялась, она не была канонической красоткой. Этот избитый анекдот про Брежнева, мелкий политический деятель эпохи Пугачевой, он же про то, что вот она какая-то вечная, длящаяся бесконечного времени ценность для России. Гораздо больше, чем Брежнев или какой-то другой политик. У нее было какое-то народное чутье, связь с народом. То есть когда вот речь идет о такой масштабной фигуре, это же не только про талант, музыку, песни, это же еще про какой-то... Это про гениальность. Поэтому у нас гениев мало, а талантливых много. Она же всегда была и есть часть народа. То есть невозможно... Когда люди отрываются от народа, это называется звездная болезнь, ну или психическое расстройство какое-либо. Дело в том, что ни Брежнев, ни кто другой с народом про любовь-то не разговаривал. Может быть, жена Брежнева испытывала то же самое, что и секретарь Брежнева, и медсестра, и другие, и посудомойка. То есть речь-то про чувства, она умела донести чувства. Она не боялась быть оголенной в этом смысле. То есть абсолютно ногой человек, от которого исходят молекулы, вот он настолько раздет в этой исповеди про любовь. Это же, по-моему, и есть главный мануок. Потому что все остальные закрыты. Как бы вообще производить впечатление во всех смыслах удовлетворенной женщины. Это была норма. Все закрыто, все везде. Не дай Бог, платочек на шее. Все это здорово, все должно быть. Но ты не понимаешь, про какие чувства. Манеры пения одинаковые. А она ворвалась с манерой пения, которая отличалась тоже от всех. В ней был и крик, и боль. Но в ней... При этом она музыкально опередила время. То есть она была всегда в курсе мировых трендов. И она нам их вирусно заносила. Когда Алла Борисовна появилась, существовало такое слово эстрада. Советская эстрада. И она была очень правильной. Люди даже как бы вот в правильных позах стояли. В правильных одеждах пели. Правильные слова пели. Безусловно, советская музыка в себе хранит тонну потрясающих композиций. Потрясающих артистов и голосов. Но они все равно следовали определенным правилам и определенному жанру. И вот появилась Алла. Тайфун. Неправильная. Что такое неправильная? Это все честное. Все такое, как есть. Это некомфортное, потому что настоящее. И вот это появилось на сцене. Смеющиеся. Разводящие руки. Не пытающиеся, там не знаю, быть в идеальной такой, скажем, худосочной форме. А настоящая, красивая женщина выходит на сцену. И в ней, как в зеркале души, узнают себя миллионы-миллионы женщин в первую очередь. И вот она своей неправильностью изменила ход истории эстрады и превратила это в поп-музыку. То есть это уже не была эстрада. Это была уже поп-музыка. Ну так появилась Пугачева, такая вот сумасшедшенькая, лохматенькая. А вот интересно, вот все говорят, что вы ни на кого не похожи. Ну, я тоже с этим абсолютно согласен. А у вас есть кумиры? Мне трудно очень на это ответить. Потому что, когда я еще не думала петь, у меня уже были пластинки, в общем, таких мастеров, как Шульженко, Утесов. Это еще не значит, что мне очень нравилось то, что они поют. Но то, как они исполняли. И то, они не фальшивили никогда перед зрителями, никогда не фальшивили перед слушателями. Чувствовала, что то, что они думают, об этом они и поют. Если говорить вот о том, какое место она занимает вообще в истории России, в истории культуры России, это место адекватное, там место, я не знаю, Мусоргского, Чайковского, Шаляпина, там, Клавдия Шульженко, Любовь Орлова, да. То есть вот те люди, которых можно назвать людьми-маркерами. О том, что мы живем в эпоху Аллы Пугачевой, это было такое какое-то общее понимание, да. То есть можно было себе представить нашу музыку без того исполнителя, без сего исполнителя. Ну, есть какой-нибудь ансамбль «Лейся песни», ну, или нету этого ансамбля «Лейся песни», там вместо этого ансамбля будет другой какой-нибудь ансамбль. Есть там какая-нибудь Валентина Толкунова или нету Валентины? Ну, нет Валентины Толкуновой, будет там какая-нибудь там, я не знаю, София Ротару с песней «Я, мы, он, она», «Вместе целая страна», «Вместе дружная семья», «Вместе мы сто тысяч я». Песня, которую терпеть не мог еще в Советском Союзе. Конечно, Пугачева достучалась до душ очень многих людей именно благодаря тому, что она позволила каждому человеку почувствовать себя с ней как бы в доверительном, в доверительном разговоре, в общении, и для многих она стала определенным родом учебником жизни. Как это вот не звучит высокопарно, может быть, да? И потом, понимаете, когда в 79-м году, ну, вроде, вот я помню, по телевизору была эта запись, где-то она в ГДР на каких-то гастролях выступала. В танцевальном таком развлекательном ключе, тем не менее, Алла поет совершенно уникально и совершенно немыслимо для официального советского там телевидения текст, что жить, а не существовать, быть не такими, как все. Платье с цветами, кажется. Ну, я не помню уже, какое платье. А тут ты включаешь телевизор, и тебе практически звучит песня протеста, поп протеста, поданная в форме вот такого некоего развлечения. Меня зовут Владимир Емельяненко. Я художник авторской куклы. Люблю Аллу Борисовну с 10 лет, 75-го года. После песни Орли Кина, как влюбился, так и люблю до сих пор. И не собираюсь отказываться от своей любви. Сколько лет вы занимаетесь этим искусством? Ну, так получилось, что занимаюсь совсем недолго. Пять лет буквально в феврале исполнилось. А до этого работал совершенно в других областях, не связанных вообще с этой деятельностью, с искусством, так сказать. Вообще Аллу всегда рисовал, срисовывал плакаты, какие-то открытки, фотографии. Потому что сложно было достать их, приходилось рисовывать. Это полностью шарнирная кукла, которая стоит, лежит, сидит, делает все, что можно. Смотрю, золотые туфельки у нее. Они такие, какие у нее были в этом платье. Она выступала еще в ГДР с песней «Все могут короли». Она мне помогала в разных случаях каких-то в моей жизни. Когда я болел, она меня поднимала с ног. Когда плохое настроение, она его поднимала. Когда грустно, она тоже помогала даже грустить своими песнями. В общем, это всегда-всегда поддержка от нее, от ее песен. А как вы думаете, какое место Пугачева занимает в истории России? Я думаю, что это личность, которая именно выражает российскую душу, российскую женщину, которая готова все отдать своим детям. Та же песенная женщина, которая поет. Она, мне кажется, очень хорошо это говорит, передает этот смысл. Вот как раз то, что Алла Борисовна именно такая. Если бы вы встретились с ней лично, какой бы вы вопрос ей задали? А я бы хотел, чтобы она спела альбом под гитару акустический. Мне так нравится, как она пела в «Иронии судьбы». Так мало таких записей. Прям попросил бы ее. Может быть, она это сделает когда-нибудь. Лепится сперва полная модель. Потом она запекается в духовке и приобретает такие свойства твердые. Кого вы сейчас лепите? Ну, сейчас вот Аллочку тоже начал. Так как это кукла шарнирная, меняется лицо. Здесь немножко другое выражение. Оно больше подходит под белое платье, а меняется паричок. Получается уже немножко другой образ. Я знаю, что одну из ваших кукол вы подарили Алле Борисовне. Да, она увидела ее в Инстаграме. Это была моя самая первая работа. Ее портрет. Ей понравилось. Она мне написала очень хорошие душевные слова в Инстаграм. И через своего директора попросила куклу. Но продать ей, естественно, не смог. Ей подарил. Потому что кумиру как можно. Вот. Я думаю, она всегда себя чувствовала свободной. Иначе бы она не смогла так творить, так себя выражать. Это невозможно делать по какой-то указке. Только свободный человек может полностью выразиться. А этим она, наверное, как свободная Русь, наверное, она вот этим очень тоже взяла людей и народ. Именно своей свободой душевной. Лолита, у тебя в руках здесь какая-то вещь? Это предвестник моего развода с дуэтом Академия. Так. Алла Борисовна, понимая, что мне просто плохо. Чисто по-женски плохо. Я никому это не говорила. Но, тем не менее, я, вероятно, выглядела как человек, которому достаточно плохо и одиноко. И вдруг у меня очередное шоу с дуэтом Академия. И вдруг она мне говорит, а поехали со мной в Швейцарию? И, конечно, для меня это. Какой это год? 96-й. И для меня шок. Алла Борисовна, мне и мы с ней там будем один на один. И, конечно, я ходила за ней как собачка Жужа. Честное слово. Куда вы поехали? Расскажи. Это интересно. Мы были в Цюрихе. Ее там все знали. Ее любили в этом отеле. Она была абсолютно своя. Оказывается, она часто приезжала туда одна. Ну, насколько это возможно, часто из-за работы. И там бассейн. Значит, и она меня дергала. Я вообще-то была худая. Почему-то она решила, что мне нужно худеть вместе с ней. А худение Савы Борисовны заключалось в том, что мы спускались с горы. Отель был на горе. Пешком с горы. Но первое время это занимательная история. А дальше тебе хочется взять такси. И потом она говорит, есть мы ничего не будем. Мы пойдем в собачий магазин, купим банку меда. Мы пошли в собачий магазин. Кстати, там я увидела впервые одежду для собак. Купили банку меда. И она мне много чего рассказывала о себе. Но того, чего я не имею права рассказывать. Но для меня... Я больше молчала. Для меня просто она была открытием. Потому что очень многое, что потом пришлось на своей шкуре испытать. Ты думаешь, ой, какой счастье, я же не первая. Я не первая. У нее же все это было. Понятно, что это были личные беседы. И ты не можешь о них рассказывать. Но вот из того, что она говорила, каким она человеком тебе предстала? То есть я думаю, очень мало у кого есть такая возможность узнать Аллу Борисовну близко. Она мне рассказывала о тех ранах, которые зарубцевались. Мне было необходимо услышать, потому что у меня еще не был полный набор вот этих вещей. Я еще только понимала, что по мне проходят скальпели. Чуть-чуть жизнь. Она рассказывала про разные браки. Тогда еще надо мной издевался, значит, мой бывший партнер. Что я говорила, вот, я приехала с Аллой Борисовной, а ты мне не звонишь. А Филипп каждый раз факсы ей присылает. Каждое утро стук в дверь. Мы жили в спаренных номерах, которые можно было закрыть на ключ, а можно было распахнуть. И у нас получался как бы такой огромный номер. И каждое утро я слышу стук. И ей говорит, мадам Пугачева и факс. Тогда были факсы, факсы от Филиппа. Значит, мой партнер только издевался до мной. Алла Борисовна тоже на меня смотрела, как на розовое такое создание. Поэтому многое старалась объяснить. И, вернувшись из Цюриха, я поняла, что я развожусь с дойтом Академии. Но мне понадобилось приблизительно года два. Но тогда первый раз у меня зародилась мысль, что я должна все это закончить, оставить в прошлом. И вот это она мне подарила после всех наших разговоров в Цюрихе. Мы шли. Но есть еще одна деталь к этому. У меня были ограниченные средства. Поскольку у меня все средства уже и в то время находились в руках моего партнера. Поэтому я у Борисовны это все хорошо понимала. Потому что из того, что она мне рассказала, у нее был тоже такой период, когда ее деньги в массе своей оставались даже не у одного, а у нескольких мужей. Там старались все, кто мог. Поэтому у меня денег было ограничено. И я смотрела на витрины. На одной витрине стояла вот эта музыкальная шкатулка. И лежала потрясающей красоты брошь. Когда я спросила, сколько стоит брошь, брошь стоила 600 долларов. Я поняла, что я не могу за брошь отдать 600 долларов. Потом, значит, мы приходим вечером. И у нас был ритуал. Вот так открытая дверь. Обе лежат на разных кроватях. Она мне что-то рассказывает из своей жизни. А каждый день нам оставляли перед сном маленькие шоколадки. И на какой-то день я понимаю, что история – это хорошо. Но очень классно съесть шоколадку. А она мне не разрешала. Она говорит, шоколад нет. И свои шоколадки откладывала. Значит, я залезала под одеяло, чтобы она не слышала, что я шелещу фантиком. И я съедаю шоколадку. Потом я слышала, когда Алла Борисовна, например, уходила в ванну, я заходила к ней в комнату. Нехорошее слово. Воровала по-русски. Ее шоколадки. Все происходило. Заходила в ванну и начинала есть ее шоколад. Я не помню, поймала она меня или нет. И в какой-то из дней она вдруг говорит, иди, заходи ко мне. И меня ждали вот эти подарки. Это брошь. И именно с этой брошью я работала в шоу. Вообще, когда у меня какие-то серьезные концерты, я эту брошь старалась надевать. И вот эта штука, она со мной путешествует. Можно попросить тебя включить? Мы послушаем. Такая прям ретро-винтаж. Красота. Звуки из другого измерения сейчас. Ее пожелания мне пары. Я всегда ей рассказывала, что с каждым браком я ставила эту шкатулку и заводила. Фактически в каждую первую брачную ночь я ставила у изголовья, значит, следующего претендента. не сработала ни с одним. Алла Борисовна не раз публично тебя поддерживала. И первый раз, насколько мне известно, это произошло перед Евровидением. Вот расскажи эту историю. Я помню, что это был уже финальный день Евровидения. И я была достаточно в тяжелом состоянии. Я очень сильно устала. Как бы я успешно не преодолела ту травлю, которая была вокруг меня, все равно это было сложно. Я получала очень много хейта перед выступлением на Евровиде. Мне желали смерти, были угрозы, приходилось обращаться в полицию. Анонимные всякие страшные видео присылали с свастикой и с всякими словами, что со мной будет, если я выйду на сцену. Ну и вообще, в целом, очень много людей, имеющих, так скажем, голос и власть, высказывались тоже очень... Ну, как-то... Ну, как-то в этом расизма было много. Вот. Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Ну, это кони-люди какие-то, и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю. Находясь на Евровидении, прогоняли, репетировали песню, выступали перед людьми около, мне кажется, двадцати раз. И когда тебе надо в двадцать пятый раз выйти на сцену, еще раз петь все с самого начала с такой же мощью, с такой же силой, как в первый раз, это тяжело. И, конечно, присутствовало это выгорание. И я не знаю, как она почувствовала, но именно в самый сложный, вот в этот пиковый момент, за несколько часов до выхода на сцену, она позвонила. Она позвонила, сама позвонила. Мне сказали, Манижа, с тобой хочется поговорить Алла Борисовна Бугачева. Я такая, что? Такая, мне это снится. Типа, это прикол какой-то, что ли? Пранк? Как-то вот, говорит. Нет, сейчас с тобой хочется поговорить Алла Борисовна Бугачева. И мне передают трубку. И я реально слышу ее голос. И она мне говорит, девочка моя, значит так, запомни одну вещь. Ты работаешь сейчас. Не для вот этих всех, кто решают. Ты работаешь для людей. Ты для людей поешь эту песню. Это самое главное. Люди, это самое главное. Соберись. Ты не победишь этот конкурс. Все равно будет политика, все равно будут сложности. Но помни, ты это делаешь сейчас не для места. Ты это делаешь для людей. Я какое место заняла на Евровидении, ты помнишь? Я говорю, нет, Алла Борисовна. Она говорит, вот именно. Никто это не будет вспоминать. А вспоминать будут песню. И то, как ты поешь ее людям. Ну, и она еще сказала много таких слов, которые я не хочу сейчас рассказывать. Ну, они мне очень помогли так собраться. Про конкурс или какое-то наставление? Наставление. То, кем я являюсь. И вообще, что мне нужно делать. Ну, как-то типа вообще много было слов. И она как, я не знаю, мне как будто бы укол какой-то сделали. Знаете, так хоп-хоп-хоп я собралась. Ты классная. Ты классная. И ничего не бойся. Прямо прит, как танк, как настоящая русская женщина. Ну, я не хочу в сравнении русской женщины с танком сегодня. Но хочу сказать, что тогда имела она в виду, что нельзя останавливаться. Нужно двигаться. Нужно не размениваться на какие-то маленькие вот эти, скажем так, триггеры в виде травли, в виде мнений, в виде людей, которые тебя не любят. Их всегда будет много, и они всегда будут здесь. А нужно бороться за большие и более сложные конструкции в жизни. И ценности. Вот это важнее. Ценность в том, чтобы рассказать всему миру о русской женщине. Ценность в том, чтобы воспеть ее силу и сказать, что она все может. И таких, как она, очень много, и не стоит об этом забывать. И она мне напомнила об этих ценностях. Ну, и я надела свой красный комбинезон. Ну, встала и пошла. Встали. 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 так, как хотят ее уничтожить сейчас. Одна из причин, почему ее люди так любили. Потому что людям настолько уже обрыдло вот это вот все. О партии, о комсомоле, из каждой щели, из каждой дырки тебе вот этой партии, этим комсомолам. И тут вдруг глоток свежего воздуха. И есть одна певица, которая вообще на это плевать хотела с высокой колокольни. И, конечно, я знаю, что аталы требовали, аталы просили, аталы ждали. Ну, вот эти вот руководящие бонцы, которые считали, что они имеют право всем руководить, в том числе духовной жизнью людей, объяснять им, с кем спать, с кем не спать, как пела, да? Какое дело вам, с кем хлеб делю я пополам, как пела Алла Борисовна. Это же был то ответ вот на эти все общественные тренды. Я думаю, что что произошло? Произошло то, что Алла очень быстро обрела вот эту народную популярность и как бы не скрежетали зубами ненависти по отношению к ней вот эти все партии на комсомольские, цензорные бонзы и хотели бы, чтобы она что-то вышла и спела про партию и комсомол, про я, ты, он, она вместе целая страна, но уже, знаешь, что называется, поздняк метаться было. Алла Пугачева в Олимпии. Всего один концерт. На знаменитой сцене Парижа популярная эстрадная певица советской страны. И вот как прожить в Советском Союзе и не прогнуться перед властью, но это было невозможно, если ты хотел оставаться в публичном едином пространстве. Почему рокеров не было в публичном пространстве, которые, а их потом уже разрешили ближе к перестройке, а в Советском Союзе, потому что они были непрогибаемы. Но в публичном пространстве она была одним единственным. И если она тогда не прогнулась, ну неужели она сейчас-то будет прогибаться? Конечно, нет. С чего это вдруг? Человек жил всю жизнь по одному закону внутреннему, моральному, нравственному, там, человеческому, а тут вдруг какие-то непонятные ожидания, что она перед кем-то должна, перед какой-то новой, вот этой вот дубиной прогнуться, что ли? Да нет, конечно, это никогда не будет. Поэтому то, что она сейчас совершила, вот все обсуждают, что она сделала, уехала-не уехала, предательница-непредательница. Нет. Она непредательница, она прежде всего себя не предала. Это самое главное. То, чему она учила всех людей и своих поклонников, и недругов, и врагов, и друзей на протяжении всей своей жизни, не предавать самого себя. В этом залог, собственно говоря, процветания страны. Давай, что мы будем рисовать? Давай, сердечко. А давай ты вот такое. А ты напишешь? А я вот так вот, рядышком, два сердечка. Мама, а ты напиши вот здесь на меху. Али. Али? Алла Пугачева. Али. Наши два сердечка, да? Кристина, а ты знаешь, кто такая Алла Пугачева? Да. И кто? Она самая главная певица нашей страны. Тебе нравятся ее песни? Да. Да? Наверное, песня про волшебника нравится. Нет, она знает, любит песню этот мир. И, знаешь, все еще будет. Ей очень тебе песни нравятся. Южный ветер еще подует, и весну еще наколдует, и память перелистает. Меня зовут Ирина Королева. Мне 39 лет. Я работаю в текстильной компании. Аллу Борисовну я слушаю с 11 лет, но первый раз на ее концерте я была в 4 года. Для меня она мудрая. Я всегда ее считала мудрой и умной женщиной. И именно Алла Борисовна провела меня в мир поэзии. То есть любовь к литературе – это у меня от родителей, у меня мама всегда читающий человек, так же, как и папа. А вот именно любовь к поэзии, особенно к поэзии Серебряного века, это от Аллы Борисовны. То есть понятно, что в 11 лет я еще толком не знала стихов Цветаевой, Мандельштама. И вот уже слушая ее песни, а именно Алла Борисовна тоже широкой публике, например, открыла Мандельштама, спев три песни на его стихи. Вот именно благодаря Алле Борисовне я познакомилась с таким видом искусства. Когда я вижу, что в адрес Аллы Борисовны идут оскорбления, какое-то непотребное отношение к ним, я считаю своим гражданским долгом ответить, отстоять ее честь, ее достоинство. Потому что если мы будем молчать, ну, значит, сложится такое мнение, что так и надо, что действительно так оно и есть. Им надо закрывать рот. Да, у нас не всегда это удачно получается, потому что в ответ мы получаем такое тоже количество негатива, но что делать? В любом случае, любая наша капля, ее вид Алла Борисовна и хейтеры тоже. Ну, вот мой ответ, на который 10 смайликов клоуна, то есть осуждающих меня, и 4 лайка. Ну, а дальше вот ответ одного из хейтера. Если это считается лицом России, если это патриот, стыдно, что такие, как ты, Ирина, вообще живут и плодятся где-либо. Ты и твои дети просто бактерии, паразиты на теле России. Но ничего, скоро мы это исправим, и будешь ты, Ирина, без ушей. А эти соевые Ирины скоро будут висеть на всех столбах, как гирлянды. Это вам написали? Это мне написали, да. Это именно угроза. Но я так подумала, а если я с этой угрозой, пойду в правоохранительные органы. Кого я не буду хранять? Меня или его? Вот в чём вопрос. Это только, да, к примеру, один из постов. А так, конечно, в Инстаграме обычно, когда начинаются какие-то обсуждения под фотографиями Аллы Борисовны. Естественно, я тоже пишу, я им отвечаю. Это поддержка в любом случае Алле Борисовне, чтобы она не думала, что вот сейчас все россияне вдруг стали против неё и считают её какой-то предательницей. Это, конечно, нет. Изменилось ли у вас отношение к Пугачёвой после 24 февраля 2022 года? Конечно, оно стало ещё лучше. Ну, понимаете, 24 февраля я проснулась, прочитала, и для меня сразу всё стало понятно. То есть я, конечно, не подумала сразу о том, а что об этом думает Алла Борисовна. Для меня было важно, что вообще сейчас об этом думаю я. И потом, когда я уже поняла её позицию, для меня это было логичным. Ну, а как? Ну, я же воспитывалась на её песне, я же слушала её интервью, я же читала Мадельштама, того же, да, которого читала и она. Как мы можем думать по-другому? Она сейчас войдёт в историю страны, и, возможно, даже мира не только как певица гениальная, но и как человек с большой буквы. То есть это её гражданская позиция. Мы же знаем, что это время пройдёт, а вот её отношение к этому останется. И она будет, да, одним из героев, я считаю. Потому что для неё вот так вот уехать и читать всё, что сейчас происходит, видеть отношение страны к ней – это больно. Это больно всё равно. Хоть мы и говорим там, ой, Алла Борисовна, не принимайте близко к сердцу. Как можно не принимать это близко к сердцу? Это, во-первых, такое разочарование в людях. Ну, видно, что она переживает и читает соцсети. Вот недавно же она ответила на слова Михайлова, что уехавшие артисты приползут на коленях. Старщик Михайлов, что это с тобой? Это я, бесколосая певица. Я поддерживаю. Я поддерживаю, потому что интеллигентно молчать с такими людьми не получается. Нужно, значит, отвечать так же, какие они себя ведут. Сколько на неё грязи льётся, два года. Она настолько вообще в какой-то ДНК просто всех российских людей как-то проникла, что отменить её невозможно. Кто бы как ни старался. И кто бы как ни пытался её очернить, к ней это не прилипнет. Невозможно отменить певицу, такую, как Пугачёву. Невозможно отменить эту личность. А по поводу её не показывают по телевидению. Ну, зададим себе вопрос. А кто сейчас смотрит это телевидение? Не влияет на жизнь страны так телевидение, как, например, влияло раньше. Уже нет такого доверия к этому телевидению. А поэтому, может быть, и хорошо, что её сейчас не показывают. По-моему, мы все существуем. Вообще человеческие отношения нормальные – это поддержка, любовь, доброта. Какие-то три такие столпа, которые нервшимы должны быть. Мне так кажется. Что им не нравится, я не знаю. Возможно, они сейчас просто хотят занять её место, но они ведь его не займут. Чтобы быть Аллой Пугачёвой, нужно быть Аллой Пугачёвой. Нужно работать, да, 50 лет. Петь для людей. Ездить туда же, когда она ездила, в Чернобыль, например. 26 апреля 1986 года, ночью, в час 23 минуты, на четвёртом энергоблоке ЧАЭС произошла авария. Татаров Николай Алексеевич. Я являюсь ликвидатором последствий аварий на ЧАЭС. Мне полных 65 лет. Ну, тут собрание было, кто пойдёт, кто не пойдёт. Мы комсомольцы, пионеры, привыкли. Правительство там сказало, компартия сказала. Мы все за народ, все за… Родине надо было устранять последствия, чтобы Европа не взорвалась. Мы пошли все. Но когда объявили, что случилась такая катастрофа, нас созвали, с речпорта отослали 4 теплохода. Эстония, Киргизия, Карелия, Россия. Я лично была на Эстонии. Я числилась поваром, официанткой. В общем, мы готовили, кормили этих ликвидаторов. Наши теплоходы стояли как гостиницы. Мне было 19 лет полных. Работала я на теплоходе официанткой. Но когда это произошло, то есть наши теплоходы были направлены туда, я в том числе тоже была. Как командировку мы поехали. Ну, были разговоры. Мы работали. Это была наша работа. Все, поехали. Даже еще это. С удовольствием каким-то вроде. Как-то мы хотели тоже вроде. Куда-то на Украину вроде поедем. Там все это. Мне она не нравилась, как певица. Но когда она туда пришла, там толпа народу, тут вообще вот их не автобус был, на чем она приехала. На автобус там. Вот, ну, мест не было. Залезли на автобус. Вот летняя там эстрада была для нее подготовлена. На летней эстраде. Ну, она там вот выступает. Она же увидит. Встречали прям народ. Ее прям душевно. Такой момент мне запомнился. Навес качается. Вот крыша-то. Качается там от народа. Народ там возбужденный. Там от народа. Там хлопают. И она тут вот на них типа там указывает. Говорит. Эй, вы там наверху. Начальнику чаец скажу. Ой, позвоню. Соберектору станции скажу. И тут народ вообще в восторге был. Вот после этого я стал ее уважать. А концерт был как раз напротив нашего парохода. Я даже сейчас, как сейчас помню, она пела во втором отделении. Первое отделение было. Пел Кузьмин. Она приехала с Кузьмины. Мы не пели. Вот последнюю, по-моему, или первую, это две звезды они пели. Люди встречали ее аплодисментами, криками. Она говорит, пока вы не замолчите, я прям директору пожалуюсь. Директору станции давайте, дайте мне выступить. В общем, она хорошо. Ну, ее ждали, конечно, такая звезда. Концерт хороший был. Я думаю, что вот приезжала конкретно для того, чтобы, наверное, поднять моральный дух людям. То, что какая-то хоть связь с окружающим миром, то вот мы с удовольствием все ходили на этот канал, пошли на этот концерт и выслушали, как вот она пела. Впечатления остались хорошие. Это, конечно, большой стимул был, что нас не забывают, что артисты приезжают. Да мы не думали, что такое радиация, мы же не знали. Это вот сейчас уже, когда все болит, все понимаешь, может быть бы сейчас и столько народа не поехало. Во-первых, здоровье. Очень пошатнулось здоровье. Потом дети, рожденные после Чернобыля, тоже... Я думаю, что, конечно же, наступит такое время, когда все грустные дети вообще выкинутся из нашего рекортуара, когда будет над нами мирное небо, когда никакие реакторы нам не будут вот так будут успрашать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте, меня зовут Владимир. Я из Верхней Салды. Я в пятом классе. И мне 11 лет. Я люблю очень Аллу. И познакомил меня с Аллой. Это мой папа. Меня зовут Виталий. Мне 39 лет. Работаю на градообразующем предприятии, занимающийся производством титана. С 28 лет увлечен творчеством Аллы Пугачевой. У нас имеется коллекция Аллы Борисовны, которая собиралась мною в течение 28 лет. То есть она здесь вот в полный раритет. Книги, диски, видеокассеты, пластинки, коллекции, концертов. Алла Пугачева в Стокгольме – один из лучших альбомов. 83-го года. Как тревожный этот путь. Эта фотография нам дорога тем, что мы встретились с Аллой в формальной обстановке и увидели ее домашней. Приехали мы со всеми поклонниками со всей страны. Встретились в одном месте. Это было уединение душ, обмен эмоциями между Аллой и нами. Также мы получили от Аллы Борисовны не менее дорогой подарок. Это одуванчик, который находится под куполом, символизирующий одну из ее песен. Это одуванчик «Мой, моя любовь». Встретимся с тобой, когда утихнет ветер. Когда мы познакомились с Виталием, он был очень молод. 18 лет было. И в то время как-то возрастные вот эти вот все изменения, то есть мальчишке вообще не похож ни на кого был. То есть он в моих глазах, когда мы с ним познакомились, общались, очень мощно как-то выделялся именно рассуждениями о жизни, о любви. Имея опыт на творчестве Аллы Борисовны, как женщины, которая поет, которая смогла донести в его сердце, в его душу, вложить все теплое, доброе, душевное, он все вот это передал мне. Мне? Да, песни Аллы Борисовны очень помогают мне жить, двигаться в дальнейшем. То есть они дают страсть, любовь к миру, к любимому человеку. Дают дальнейшее движение для карьерного роста. То есть силы придают. Сила ее в том, что она естественная, она открытая для людей, не требующая взамен ничего. То есть она такая, какая она есть. Отдающая себя. Здравствуйте. Меня зовут Лариса Горбунова. Мне 56 лет. На данный момент живу в городе Угличе. Я думаю, что 50 лет я являюсь поклонницей Аллы Борисовны. С 6-летнего возраста где-то я уже воспринимала ее песни «Рыжие бестии», которая была не похожа ни на кого. Максик, привет. Встречай гостей. Да, встречай гостей. Не бойся. Да. Красавчик. Помаши дяди ручкой. В честь Максима Галкина? Нет, просто Макс. Да, Максик. Вот у нас еще Гарри есть. Гарри, скажи привет. Привет. А, Гарри, Гарри. Скажи нам, Алла Пугачева плох наш и кумир. Она своим искусством завоевала мир. А, Гарри? Испугался, не будет говорить. У вас прям как у Аллы Борисовны. Ну да, есть такие ассоциации у меня по утрам, когда я кричу «Гарик» и «Макс» завтракать. Да, Макс. Ну, вот этот как бы уголок, кабинет такой, мини-кабинет. Здесь я подготовила какие-то материали о Борисовне. Ну, эту картину специально написала под автограф Аллы Борисовны. Мне удалось его взять в Минске, как раз при нашей встрече с Аллой Борисовной после концерта. Я это все собирала, вклеивала. Причем даже интервью, какие у нас были тогда, практически наизусть знали, потому что мы, вот самая первая, вообще, тетрадка, потому что переписывали от руки эти интервью, песни, как раньше песенники вели. Вот такие вот все заметки. Все сохранилось. Про Кристинку тут. Это вот с 80-х годов вы ведете этот дневник? На разных языках. Ну, то есть, их было много. Это как бы я вам показываю просто. Первый снимок с Аллы Борисовны, это было счастье. Она независимая, свободная. И это ей боком как-то часто выходило. Не зря она часто говорит на концертах. Ну, несколько раз, по крайней мере, я лично слышала. Она говорила, где бы я была, если бы не вы, мой народ, мои зрители. То есть, как бы, в ней бунтарский дух, и в то же время детская наивность, мне кажется, даже сохранилась. У меня почему-то всегда ощущение такое было. Я всегда сравниваю его по значимости в истории с Пушкиным, потому что его тоже никогда не забудут. И почему-то с Екатериной Второй. Я как любила ее, я так и люблю. А как можно разлюбить человека за ночь, за день, если ты всю жизнь любишь, да, и самоуважение потеряешь, да, как-то. Если ты любишь творчество, если тебе близка эта певица, она поет о любви, о добре. Как можно ее разлюбить? – А вы не боитесь, вот живя в Угличе, открыто говорить, что вы поклонница Аллы Борисовны сейчас? – Я хотела песню, я тебе сейчас скажу. Какое дело вам, с кем хлеб делю я пополам, кого я темной ночью жду, с кем куда иду, кого люблю. Поэтому я никому не обязана вообще докладывать или кому-то оправдываться. Меня окружают в большинстве своем люди порядочные, культурные, и они никогда не будут осуждать человека за его увлечения. У каждого свои увлечения. Никто не оспаривает чужие увлечения, да. Кто-то недовольный, а что у нас, Алла, под запретом? Алла, не под запретом у нас. И песни. Я не хожу по улице, не включая магнитофон, как раньше. Я хочу, слушаю песни. Вот у меня проигрыватель. Алла-маны, да, это люди Аллы, которые любят Аллы слушать, которые следят за ее творчеством. Так что клубы, которые работали, Апрель, например, он остается Апрелем. Но ребята входят в это движение все, которые любят Аллу. Клуб «Апрель». Что это такое? Клуб «Апрель» – это клуб единомышленников, любителей творчества Аллы Пугачевой, ну и вообще современной музыки, современного искусства. 17 апреля 1988 года мы первый раз собрались с каким-то составом. Ну и первые лет 10-15 мы практически каждую субботу встречались, тусовались. У нас в клубе, я не скажу, что идентичное мнение насчет всех событий происходящих. Но в отношении Аллы Борисовны мы как бы сходимся. А много людей ушли из клуба после начала военных действий? Из клуба ушел один человек, это Светлана Соловьева, которая сейчас возглавляет Пугачевскую весну, фестиваль. Просто есть люди, которые, может быть, про них думали, что они поклонники, они были не поклонники, а они были, ну тоже как, знаете, вот в таком стадии. Ну вот все поклонники, вот и я поклонница. Все бегут на концерт Пугачевой, я бегу на концерт Пугачевой. Сейчас я вам зачитаю цитату, а потом озвучу, кто ее сказал. Сейчас найду секундочку. Цитата о Пугачевой. Ну, естественно, цитаты. Тут все цитаты. Вот мои, кстати, фотографии вот эти вот. Вот, нашла. «Я думаю, что Алла Пугачева – наше национальное достояние. В своих песнях она нашу женскую душу вывернула наизнанку, и это всегда трогает. Считаю, что вообще она, певица, гениальная и неповторимая». И кто же это сказал? Это сказала Элла Памфилова. Для меня голос Пугачева – это голос Родины. Бывали случаи, когда я довольно долго жила не в России, по ряду обстоятельств, не самого приятного свойства. То есть это был довольно тяжелый период жизни. Песни Пугачевой, они помогали чувствовать себя не оторванной от Родины, от России. Нет, ну, я считаю, это реально какая-то глупость. Я вообще не понимаю. Сидят, вероятно, неглупые люди, раз уж они доросли до таких высот. Зачем им воевать с Пугачевой? Я вот ей-богу не понимаю. Я не понимаю. Ну да, она такая вот, какая она есть. Но она другой не будет. Один так называемый общественник по имени Виталий Бородин написал в соцсетях, что уже началась процедура признания Аллы Борисовны иностранным агентом. Если это вдруг произойдет. Вот для вас это что-то изменит? Изменит, потому что как бы иностранный агент это предполагается как враг народа. Алла Борисовна всю жизнь пела и работала для людей, для народа. Это вот как бы принципиально, я думаю, что не сделают. Это сознают же люди, которые решают это все. Хотя она сама предложила сделать ее иноагентом. Но как бы я не думаю, что на это пойдут. А если пойдут, конечно, это жалко очень. Потому что тогда будут закрыты все ресурсы, я так думаю. Где Алла выступать еще может как-то. Но у кого какие записи сохранились, будут слышать. Я надеюсь, что как бы мудрости хватит руководству страны. Это не допустить. Поскольку Песков даже господин выразил свое уважение, тогда подошел к Алле, поцелал руку. Во-первых, в данное время это знак качества. Иноагент значит хороший человек. Ну и это абсурд. Как она будет? Что народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева иноагент? Ну смешно. Смешно. Это просто абсурд. Нет, никак у меня отношение к ней не изменится. Потому что я полностью поддерживаю ту позицию, которую выражает она. Ну вы, конечно, знаете, что сейчас на Аллу Борисовну много нападок и в прессе, и в блогах. И, можно сказать, в каком-то смысле ее пытаются отменить. Те, кто ее слышал, те, кто ее знает, и те, кто ее видели, были на концертах, и вообще просто слышали, и выросли 30 лет на ее песнях. Как это можно забыть? Это забыть свою жизнь? У нас лучше никого не было, рядом никого не было, близко никого не было. Мы ее обожали. Обожаем мы будем обожать. Как вы думаете, зачем некоторые общественники призывают признать ее иностранным агентом? Разве не понимают, что это, наоборот, ущербность? Это идиотство. Ну это идиотство. Они, наверное, не понимают значения этих слов. Ну что это такое? Ну что у нас страна? Почему так? Почему то Вишневскую с Ростроповичем удалили на непонятные годы? И на сколько лет, которые просто потом нашли в себе силы вернуться сюда, но уже не жить здесь? Разве это не обидно? Теперь Алла, ну что это? Ну это стыдно. Мелкие завистники, которые сидят во власти. Они разве не понимают, что это разве больше урон, чем для самой Пугачевой, для страны? Ну, видимо, не понимают. Я думаю, что туда работу берут не только всех, кто понимает. Много народа, который не понимает. Ну, она занимает место в истории России. Это уже достаточно. Причем очень большое. Все те, кто сейчас пытаются принизить ее каким-то образом, на мой взгляд, глупые и завистливые люди. Потому что это было объективно так. Это, понимаете, народная любовь не покупается, как бы ты этого не хотела и сколько бы денег в это не вкладывалось. Народная любовь, она либо возникает, либо возникает на короткое какое-то время. Такое, что же бывает, когда артисты собирают стадионы, год-два, а потом про них уже все забывают. Но когда действительно, я просто помню это ощущение в 80-х годах. Я помню, мы собираемся, мы тогда же Новый год всегда дома отмечали, или кому-то в гости ездили, или у себя дома. Мы всегда у себя дома отмечали. Каждый год это всегда, всегда все ждали, ну какую же песню в этом году споет Пугачева. То есть, что она споет, какая будет новая песня. Вспомните, когда советское время даже бывало такое, когда, например, не хотели, чтобы люди шли на крестный ход. Или там еще, как на какие-то церковные праздники. Делали поздние концерты по центральному телевидению, показывали. Либо какие-то звезды, ритмы и танцы, как это называлось, зарубежные эстрады. Либо какой-то концерт Пугачевой показывали. То есть, чтобы удержать людей дома у телевизора, показывали концерт Пугачевой. Это о чем-то говорит, я думаю. Недавно ты назвала Пугачеву фундаментом российской эстрады. Как ты думаешь, почему сейчас так называемые представители новой эстрады этот фундамент хотят сломать? Всех уехавших, например, вы называете личными врагами. Пугачева ваш личный враг? Ну, так уж вышло. Она мать этих всех демонов. Это мафия. Она мафия. Ксения Анатольевна, это мафия, которая 30 лет владеет нашей эстрадой как таковой. Наверное, потому что не первый раз в нашей жизни звучит фраза «Мы наш, мы новый мир построим». И поэтому надо все снести до основания, а затем произвести раскопки. И что-то будет достойно музейных религий. Наверное, поэтому. Это как стихийное бедствие. Мы никогда не ценим то, что было. Мы не одну эпоху прошли. Те люди, на которых, Ксения уверена, и ты росла, ведут интеллигентности своей семьи. И мне так повезло расти за кулисами, многих видеть. Но для нас был свой фундамент. Мы можем отличать зерна от плевел. А в целом сейчас уже не могут. Другое признается культурой. Другое становится массовой культурой. А Пугачева из серии «Вечность», она, как Джаконда, не требует, чтобы ее любили. Но просто есть. Она просто великая. Да, но меня во всей этой ситуации поразила другое. Честно говоря, это такая была очень личная такая травма по отношению вообще в моих отношениях с человечеством. Как бы пафосно это ни звучало. Вот есть человек, любимый всеми. Из любой машины ее песня. На любой дискотеке, любой диджей переиначит все равно ее музыку. Все будут танцевать, веселиться, любить ее. Дальше вот идет эта волна, связанная с новой повесткой, с новым миром, как ты говоришь. И никто не заступился. И наоборот, ну, я не имею в виду коллег, какие-то люди, слава богу, высказались, сказали какие-то хорошие слова. Но народ не встал сказать, слушай, вот ее не трогай. Неважно, сказала, уехала, вот ее не трожь. Это наше все. А наоборот, повыползали какие-то из всех щелей доносчики, общественники, какие-то бесконечные люди без имени и фамилии, которые строчат кляузы, следят, что-то там доносят и так далее. Как это могло так произойти? А я вот не знаю, как это могло произойти, в какой момент этот счетчик включился на доносы. Я могу только сказать, что мы ошибались только в одном, что человека способны любить все и все канонизировать. Но у нас же есть величайшие библейские примеры, мы о них забываем. Это Иисус Христос совсем не тот, кого любили все. Распяли, полюбили, потом опять распяли, уже внутри, уже морально распяли и продолжают это делать. Поэтому мне кажется, что ничего нового не происходит на земле. И Алла Борисовна не единственная. У меня всегда вопрос единственный насчет защиты людей. Я думаю так, если бы она вернулась и сейчас в продажу вышли билеты, то в течение какого времени их бы не было? Вот часа, двадцати минут – это и есть показатель любви людей. А вот те люди, которые сидят и стручат доносы, бесконечно находятся в интернете, чем они заняты, на что они живут? Но это искренне они делают, ты считаешь? Я думаю, что наступил период, когда они могут позволить себе эту искренность. Потому что это зависть, это большая зависть. Все время кажется, что кто-то у кого-то что-то украл. Ни ты не доработал, ни ты не доделал. Особенно в актерской карьере. Ты же знаешь, что это распространенное явление. Обязательно меня кто-то пнул ногой. Ведь я то, что рассказала тебе, допустим, про ту же собачку Жужу, я же могла быть идиоткой и затаиться на всю жизнь, а не понимать, что многое во благо. И, кстати, после вечеринки Алла Борисовна мне влепило. Да? Да. Да. Сказала, куда поверлась? В очередной раз сказала, что да, надо было бы быть умнее уже вот в этом возрасте. Поэтому и опять мне нечего возразить. И опять мудрый совет старшей подруги. Для меня все эти комментарии в сторону Аллы, все эти запреты, слова, какие-то страшилки, это всё такое временное и имеющее срок. Для меня это всё такое физическое, такое, знаете, материальное. А вот если мы немножко так поднимемся над всем этим, посмотрим туда и увидим, что это всё такое маленькое. А что есть большое? То, что вызывает у тебя чувства. Что есть большое? Что заставляет тебя улыбнуться? Вот что вас заставляет улыбнуться? Что вы, не знаю, что сопровождает ваш праздник? Что сопровождает вашу боль, вашу разлуку? Что сопровождает вас, когда вы хотите поднять себе настроение? Музыка. У музыки есть такая сила, которую никак не получится отменить ни законами, ни заказными какими-то статьями и так далее. Не получится. Потому что вот мы сейчас скажем хотя бы два раза «Алла, Алла», и у вас уже в голове застрянет её песня. Любите вы её, не любите, у вас она застрянет, и вы будете её подпевать. И, к сожалению, все те люди, которые травят её, в истории останутся, если останутся, как люди, которые пытались травить Аллу. А не те, кто сделали что-то более сильное, более прекрасное и мощное, чем сама Алла и её творчество. Очень многие люди вдруг с какой-то, с какие-то городские сумасшедшие, которые вдруг присвоили себе право говорить от имени народа. Это вообще чудовищная ситуация. Ну, они безнаказаны, и у них в руках, им дала власть, к сожалению, в руки инструменты подавления, инструменты вот этого террора, и они этим пользуются. Потому что, в принципе, городских сумасшедших они во все времена были. Что в 90-е годы не было этих сумасшедших. Были. Вот, тоже кляузы писали, доносы какие-то. Ну, просто общество было более здоровое, власть была более мудрая. На это не реагировали. А сейчас вот этой группе шариковых и швондеров, ну, понимаете, шариковые швондеры, они во все времена остаются шариковыми швондерами. Ну, возьмите Булгакова, почитайте «Собачье сердце». В крайнем случае, посмотрите фильм. «Роскошное советское кино». Классика советского кинематографа. Кто такой шариков, кто такой швондер. Но одно дело, они в одной жизненной ситуации и общественно-политической существуют, когда просто гавкают и тявкают. А другое дело, когда вдруг власть их использует как свой инструмент подавления. Давая им в руки репрессивный аппарат, давая в руки им репрессивные инструменты воздействия, и они вдруг становятся пупами земли. И вдруг вот эта вот вся Мизулинско-Бородинская, значит, шавку, швондеровская, шариковская стая, они вдруг начинают называть себя народом. Хотя это просто городские сумасшедшие. Но мы народ, мы русский народ, они против русского народа. Меня удивляет одно. Но если вы такие творчески активные, ну так рождайте что-то, что будет популярно. Почему вы в каждом своем интервью ноете? Идет сплошное нытье о том, что вот, вот они. Это вызывает со стороны ощущение, что вы завидуете, что это просто самое... Я ненавижу комментарии, ты ей завидуешь или ему. Это самое глупое, что можно сказать. Ну просто читая регулярно одни и те же интервью, я читаю одно и то же. Потому что вот, вот эта вот мафия, вот она такая, она до сих пор все держит. Я не помню, кто это пел из уроков. Где та шпана, которая сотрет нас с лица земли? Где она? Вы действуете административными методами. Вы не действуете творческими методами. Сейчас нельзя говорить о том, что вас не пускают. Вас везде пускают. Есть телеграм-каналы, есть, окей, ладно, Ютуб вас блокирует. Есть ВКонтакте, есть Одноклассники, есть, я не знаю, там, ВК-музыка, Яндекс.Музыка, еще какие-то музыки. То есть сейчас Рутюб, в конце концов. Сейчас есть огромное количество информационных источников, через которые вы можете распространять свою музыку. Потом, понимаете, ну давайте честно, это вот, ну как сказать, отметы культурной революции какой-то. Знаете, когда вот насильно запретим других, выиграйте с ними конкурентную борьбу. Сейчас вас никто не зажимает. Вы можете прекрасно повесить афишу, собрать свой концерт. Кристина Рыбака эти не может, А Аким Апачев может, ну какие проблемы. Действуйте с помощью творчества, а не с помощью административных запретов. Где вот, где ваши песни? Как бы кто что ни говорил, но есть артисты, чьи песни в культурном коде российского зрителя, российского народа. И это в том числе песни тех, кого сейчас называют иноагентами. Уже, знаете, я даже шутил, что уже по разу звания заслуженные иноагенты России инородные иноагенты России уже. По аналогии со эстрадными званиями. Недавно в одном из прокремлевских телеграм-каналов была опубликована некая закрытая статистика, где 70% опрошенных сказали, что они не хотели бы, чтобы Аллу Пугачеву ее творчество в России запрещали. Вот как вы думаете, если все-таки Пугачеву признают иностранным агентом, кто от этого больше пострадает? Вот вы привели эти цифры, 70% против. Это при том промывание мозгов, которое сейчас происходит на всех вот этих вот федеральных уровнях, массовой пропаганды, и она все равно не добилась. Вот во всем добилась, а в отношении к Пугачеву не сумела добиться. Разве можно отменить такую певицу, как Пугачева? Разве ее эпоха закончилась? Ну нет, конечно. Но любая эпоха заканчивается. Вопрос в раскопках. Опять какой-то Шлиман начнет копать этот пласт. И так будет, как со всеми мировыми произведениями. На сегодняшний день тебя много и от тебя устали. Появились новые объекты для вожделения. Потом от них устали и вернулись к юбочкам плясэ, гафре и также к историческим личностям. Ну, опять-таки, Алла Борисовна не первая. Я все время вспоминаю. У меня огромное количество примеров. Ну, Чаплин самый выдающийся пример. Ну, вот и анафемы, и все, что хочешь. Все было. И что? И потом опять культ Чаплина. Через много лет. Ведь наверняка кто-то плевался. И коллеги плевались. И коллеги поливали. Поэтому я думаю, что для нее это не столь страшно. Пой для меня лишь бой, Примадонна. Пой раненной душой, Примадонна. Умирая каждый раз. Алла Борисовна, я вас очень люблю. По-настоящему. От всего своего сердца. И хочу, чтобы вы были всегда. И я знаю, что вы будете всегда. Да и вообще, если все мы сдадим наши ДНК-тест, то вот там вот в ДНК, Алла Борисовна, будут строчки ваших песен. Мы уже так устроены. Уважаемая Алла Борисовна, поздравляю вас с вашим юбилеем. Желаю счастья, здоровья. Чтобы все беды, все проблемы обходили вас стороной. Чтобы все у вас было лучше всех. Чтобы ты была здорова. У тебя маленькие дети. Чтобы ты их вырастила, отправила учиться в институт. И потом все, как полагается, по жизни. Ну, Аллочка, с днем рождения, с юбилеем вас. Радуйте нас просто фактом своего существования, своего существования как можно дольше. Чтобы жизнь текла, чтобы вы никогда не опускали руки. Будьте всегда с нами как можно дольше. пойте, живите, творите. А мы, мы, ваши поклонники, мы будем нести это дальше своим детям. Сквозь года. Да. Алла Борисовна, дорогая вы, наша любимая, с днем рождения вас. Мы, россияне, истинные, мы вас очень любим. Мы вас никогда ни на кого не променяем, никогда не забудем. Вы в наших сердцах навечно. Алла Борисовна, я вам желаю прежде всего здоровья, чтобы ваша жизнь была достаточно долгой, как можно более долгой, чтобы вы смогли наслаждаться и наблюдать, как растут ваши дети. В юбилей актрисы вспомним мы, как всю жизнь нас Алла вдохновляла и любить учила, и прощать, и от безысходности спасала. Здоровья вам и творческого долголетия. Спасибо. Дорогая моя Алла Борисовна, вот так может каждый сказать, потому что вы для всех моя. Потому что это очень лично, и вы остаетесь учителем, вы остаетесь красивой женщиной. Алла Борисовна, вы охуительная. Дорогая Алла Борисовна, вот и я хочу вас тоже поздравить. Вы для меня всегда были олицетворением свободы. Помню, как в детстве папа часто включал мне пластинку «Ах, как хочется жить». С тех пор вы в моем сердце всегда. Вы это про настоящую свободу жизни и творчества. И каждый раз я открываю в ваших песнях что-то новое для себя. Сил вам, Алла Борисовна, здоровья и терпения. Все еще будет, я уверена. С днем рождения. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова